Добрый день, уважаемые телезрители! Добрый день, уважаемые телезрители! Направляюсь уже на юг, зимовать, в сторону Шимкента, Узбекистан, Таджикистан, в те края. Вот, пока такой примерный. Ну, основное, выезжал вообще я на Дальний Восток, просто вот это первый этап, это зимовка в Средней Азии. Но вы все-таки планируете добраться до Дальнего Востока? Да, конечно. Конечный пункт есть у вас, маршрут, вы это все уже продумали, где вы закончите путешествие, откуда будете возвращаться обратно? Да, ну, моя концепция путешествия такая, что я никогда не рассматриваю маршруты, то есть я стопроцентно там не сижу дома за картой уже смотрю, вот я точно поеду по этой дороге. Не просчитываете, да? Да, я смотрю по обстоятельствам, по погоде, сейчас, конечно, зима, нужно скорее, как можно быстрее ехать на юг, уже в те края, потому что... Ну, птицы-то давно улетели, конечно, вы что-то поздновато выехали. Да, я запозднился, но тема интересна, а то не испытания в путешествии, чтобы через них пройти, поэтому мне как-то интересно все это. Ну, надо сказать нашим телезрителям, что Никита путешествует исключительно на велосипеде. Да. Никто по дороге не задает вопрос, что у вас там все нормально? Много задает вопросов, конечно, и многие автомобилисты города, наверное, меня узнают, потому что кто ездил в межгород на Оренбургской трассе, вот сейчас к вам приехал буквально по гололеду, 120 километров от границы, был жесткий гололед. Вот Казахстан вас встретил, да? Да, такой, первая встреча, гололед, один раз, конечно, упал, ну, слава богу, трасса не нагружена, конечно, опасно, это ничего не сказать, но ехать надо, пути назад нет, сейчас вот погода плюсовая, сейчас все тает, все мокрое, но это лучше, конечно, чем гололед. Вы до этого зимой путешествовали уже? Зимой, да, вот буквально в июне я вернулся из Большого Кавказского путешествия, в котором я провел 14 месяцев, объездил... Больше года? Да, больше года объездил все республики Северного Кавказа, Российские республики, Закавказье, Армения, Азербайджан, Грузия, Нагорный Карабах, вот, и потом вернулся, это была, получается, зимовка у меня в Закавказье, то есть зима, что такое зима в горах, я представляю, тоже были снегопады, поэтому я в это путешествие уже поехал подготовленным. А что вы изменили для себя и что взяли с собой на этот раз? Ну, наверное, смелости взял побольше с собой, уже смелости. Ну, закалка-то есть, конечно. Да, ну, конечно, по опыту уже снаряжение все подточено. Например, что с собой берете? Ну, самое главное, не брать ничего лишнего, хотя можно с собой лишнее взять, это все можно скинуть, у кого-нибудь в гостях подарить, это не вопрос. Самое главное, теплый вещь. Чтобы не возить лишнее, чтобы каждая вещь служила как двойной службой, двойная служба была у вещи. Это, наверное, самое главное. Но это все, конечно, приходит с опытом, потому что так в первые разы, когда я уезжал на велосипеде, это все далеко до этого было. Брал много лишних вещей, ненужных, там, ну, структура одежды, например, та же, там, флис, не флис, каждая по-своему работает, это все нужно просчитывать, как максимально, чтобы легкое было, опять же, велосипед, это не мотоцикл, не автомобиль, и, ну, тут много можно об этом разговаривать, я думаю, это выйдет даже за рамки программы, это уже нужно специально вот ради этого собираться и обсуждать. Вот смотрите, упал, вы говорите, ну, а вдруг случится травма какая-то, у вас есть что-то для оказания самому себе первой помощи, аптечка та же, например? Ну, аптечка есть, да, но там нет ничего такого, супер-супер каких-то медикаментов, все примитивно, это бинт, пластырь, что там, перекись водорода, ну, это от ожогов, от порезов, от элементарных. Ну, есть с собой какой-то минимум, да? Да, конечно, там, пару таблеток, может быть, каких-нибудь, там, ну, желудочные, там, всякие разные, но, слава богу, ничего не приходится применять, потому что я не одобряю вообще использование медикаментов, таблеток. Какой умница! Ну, вообще не советую. Ну, а если ваш конь вас подведет? Ну, для коня тоже есть определенный набор инструментов, ну, тоже никаких запасных, там, шины, камеры, не знаю, с собой не возят. Нет, ну, камеры есть, конечно, но кто-то возит, например, с собой резину запасную, там, зимнюю, шипованную дополнительную. Вот, кстати, да, у нас же все переобуваются зимой, а ваш велотранспорт, он как, переобутый или он? Ну, нет, нет, у меня не переобутый. Универсальные шины. Это сликовая шина для асфальта, поэтому не вожу с собой, ну, я надеюсь, поеду южнее, там уже они не пригодятся, шипованная резина. Поэтому никаких, там, запасных рам, запасных колес, ничего нет. Понятно. Велосипед какой-то особенный или обычный, купленный в магазине, как вы его подбирали? Обычный, купленный в магазине, но по ходу использования, когда меняешь уже расходные части, уже ставишь что-то получше, уже знаешь. Уже понимаете, да? Да, ставишь получше, ну, как с автомобилем, все равно хочется поставить это получше, тем более, это мой конь, это мой единственный друг в дороге, чтобы он не подвел, надо все-таки за ним ухаживать. Велосипед, вообще, любая техника, за ним всегда нужен уход, такую же любовь проявлять, и тогда он будет долго служить, и, слава богу, он меня не подводит. Как много времени вы проводите в пути, вот, за раз выезжаете, сколько часов едете, или, может быть, там, минут, сколько остановок делаете за сутки? Ну, в день, в день я примерно, сейчас короткий световой день, немного удается ездить, примерно. Вы едете только в светлое время суток? Езжу, да, только в светлое время суток, но бывает и в темноте, потому что, если я еду до какого-то населенного пункта, и не успеваю за светло доехать, а остается километров 40-40-30, и меня уже там ждут, все-таки хочется доехать, потому что ни то, ни сё остается. Бывает, еду по темну, да, вот, по гололеду ехал я в темноте тоже, километров 30-40, это вот до села Курайли. С какой скоростью едете? Вот, скорость средней 20 километров в час, ну, из расчета 5 часов, это 100 километров в день, это для меня не напряжно, 100 километров в день. Ну, рекорд, если брать, у меня 245 километров в день было, это тоже в Казахстане, кстати, это в районе Атырау, да, там, ну, самое главное, чтобы множество факторов природных, этот ветер, дорожное полотно, качество дорожного полотна. Оставлять желать лучшего у нас, наверное. Нет, у вас хорошие дороги. Да ладно, спасибо большое. Да, у вас очень хорошие, по крайней мере, со стороны Оренбурга. Да, там тяжелый участок вам, конечно, пришлось приедать. Да, ну, ваша сторона идеальная, еще с гололедом она, но все равно. Ну, вы прямо нас порадовали. Да, ну, конечно, самое главное, это ветер, все-таки степи, ничего не защищает от ветра, посадок мало, поэтому, если ветер поможет, можно сделать и 300 километров в день при желании. Если в спину, да, попутный. Да, если хороший, вот как сейчас, например, сегодня. Ну, сегодня боковой ветер был для меня. Ну, вот. Если все-таки вот до населенного пункта не успеваете добраться с ночлегом, как решать? Это палатка. Палатка, спальный мешок, все элементарно просто. Также у меня есть питание, это котелок, гречневая каша. Сейчас, конечно, костер развести тяжело. Ну, вот, а как вы опустили? Да, поэтому стараюсь находить кафешки, кафешки, заезжать, просто даю им котелок и прошу, чтобы они меня согрели на газе. Да, то есть, ну, такое все бюджетное, потому что все неприхотливое. Да, это, кстати, к вопросу, вот сколько денег, потому что многие задают всегда вопрос, это сколько денег нужно в путешествии. Путешествовать можно вообще без денег, на самом деле. Вот Кавказ, я на Кавказ выезжал абсолютно без денег. По гостеприимным странам очень хорошо путешествовать без денег, да, можно рискнуть. Ну, это да. Люди очень помогают, очень открытые люди. Ну, в принципе, везде. И у вас тоже очень открытые. Вот сейчас только я выехал из села Курали, провел там вот выходные. Ну, давайте поплавим подарками. Да, мне подарили набор, такой казахский набор, сразу в первом же населенном пункте. Это вот Тюбетейку, флаг казахский, конечно, очень. Очень символично, замечательно. Да, надеюсь, я их провезу весь свой маршрут и привезу домой уже как память о Казахстане. Да, вот очень спасибо. Поэтому люди помогают. Гостеприимные. Да, ну. Документы с собой везете? Ну, конечно, обязательно. Какой-то минимум мобильный телефон, не знаю, связь, на связь вы как выходите? Мобильный телефон, все есть, интернет. Сейчас вот мне тоже друзья помогли, Куралинские, с сим-картой, так что теперь в Казахстане я буду на связи постоянно отписываться. Хотя я думал, что буду пропадать уже неделями в степях, но, слава богу, теперь есть связь. Документы, телефон, это все есть, потому что переход границ, загранпаспорт, все это есть. Никит, сколько вам лет? Мне 23 года. Вы по образованию географ? Я учился на географа, но я не доучился, да, учился в Чувашском государственном педуниверситете, но не доучился, потому что... И, получается, они не поработали, да, по специальности? Нет, решил заняться вот такой практикой сейчас на данный момент. А как вообще эта идея, вот, пришла вам в Коу, первый раз взять и вот так поехать попутешествовать? Ну, раньше, первый раз, наверное, я отправился, это 18 лет было, но это было не на велосипеде, я путешествовал автостопом. Объездил так всю Украину, Белоруссию, ну, пока я ездил только по странам СНГ, то есть, за дальность зарубежья я не ездил. Ну, есть в планах. Обязательно. Замахнуться на кругоследку? Обязательно, да. Вот, объездил так автостопом, начинал учиться, отслужил в армии, то есть, так с перерывами, но все равно приходит все к дороге. Мне интересно, когда каждый день новый, каждый день новые люди, новые знакомства, новые города, новые страны, и без этого уже тяжело жить, на самом деле, входишь в такой ритм. Что-то фиксируете, заметки какие-то делаете, на память себе оставляете, или, может быть, планируете что-то издать потом? Ну, дай бог, надеюсь, конечно, столько впечатлений, это куда-то надо проявить для остальных людей. С кем-то поделиться? Конечно, кому-то, кого-то вдохновить, мне нравится, когда, вот я веду свой блог в интернете, наверное, самый главный показатель вот этого моего труда, если так можно сказать, это вот вдохновительные сообщения, которые люди мне пишут. Потому что кого-то я, например, вдохновил просто на приобретение велосипеда, кого-то на какое-то маленькое путешествие, потому что все начинается с малого, я ведь тоже не сразу отправился в далекое путешествие. Поэтому вот это для меня самый главный пока показатель, а остальное пока не так важно. Здоровье, впечатление, свежий воздух, общение с природой, и все это замечательно. Спасибо большое.